30 лет отметит городская дума в этом году. За этот срок саровские законотворцы приняли немало инициатив, изменивших к лучшему жизнь Сарова и не только. Депутаты разработали принятый в 1992 году закон «А зато» он позволил всем закрытым административно-территориальным образованием развиваться в непростое для страны время. Еще одним важным достижением стали внесенные в прошлом году на региональном уровне поправки о льготном налоговоположении резидентов территорий опережающего развития. В законодательном собрании из уст первого заместителя Ольги Владимировича Тининой тогда прозвучало, что не так часто, а можно сказать очень редко, советы депутатов или городские думы выходят с законодательными инициативами, но еще реже случается, что эти законодательные инициативы принимаются. Но в данном случае нас ждал успех. В 2024 году одним из главных вопросов станет модернизация закона «А зато». Некоторые из его положений в современных реалиях уже не работают. Еще один механизм возможного развития Сарова – комплексное развитие социальной инфраструктуры города. Прямое поручение об этом дал президент Владимир Путин во время своего прошлогоднего визита в Саров. Народные избранники тоже готовят предложение, как реализовать эту задумку. Нужно прикладывать максимальные усилия, потому что многие из вас хорошо понимают, решение целого ряда сложных вопросов города лежит именно в плоскости таких вот решений верхнего уровня правительства, президента, Государственной думы. В поле постоянного внимания депутатов и проблемы жилищного строительства. Хотя по уставу города у думы нет полномочий для решения этого вопроса. Депутаты вовлечены в процесс разрешения этой проблемной ситуации, отсутствия строительства нового жилья, ввода и высоких цен на квадратный метр, которые присутствуют сегодня. Я не хочу забегать вперед, но хочу сказать, что этим вопросом мы будем очень серьезно заниматься и в 2024 году. И мне хочется верить, что когда мы соберемся через год, мы уже будем говорить о некоторых первых результатах. Если не о сдаче какого-то жилья, то о начале стройки. На вопрос о саровских недостроях Антон Ульянов ответил, что строительство многострадальной школы на улице Зорге наконец завершено. Однако школу запустят без новой дороги. Возникли проблемы с проектом. Стоит вопрос об увеличении срока работ. Также сдан после капитального ремонта и центр образования. В этом году саровские депутаты продолжат активную работу по запуску проекта инициативного бюджетирования «Нам решать». По аналогии с губернаторской программой, но и средств городского бюджета. Антон Ульянов надеется, что новая программа позволит реализовывать проекты, которые важны саровчанам.